Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» об актуальных новостях региона. Расскажут мои коллеги и я, Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Где теперь получать пенсию? Клиентам Чувашкредитпромбанка, лишившегося лицензии, придется выбрать новую организацию для начисления выплат. Лучшие практики. Чебоксар и Новочебоксарск в числе здоровых городов России. На сцене ТЮЗа. В столице Чувашии открылся Чебоксарский театральный фестиваль. Жители республики, которые получали пенсии через Чувашкредитпромбанк, просят выбрать другую организацию – банк или почту. Для этого надо написать соответствующее заявление в пенсионном фонде. Напомню, 7 ноября данный банк лишился лицензии. Через Чувашкредитпромбанк пенсии получали 2590 человек. Это около 1% от всех пенсионеров республики. Половину уже определились с другой организацией по доставке пенсий. Доставка пенсии по графику в Чувашкредитпромбанке у нас 11 ноября должна была быть за ноябрь по 8 число. Подали заявление на изменение доставщика 1145 человек. Разовыми документами мы уже отправили получателям 550 пенсионерам в другие доставочные организации. Помимо сообщений через СМИ, пенсионный фонд информирует пенсионеров через СМС, а также рассылает уведомления по почте. Самое главное, наша задача оказать содействие максимально, чтобы люди знали и понимали, куда обращаться. Так, руководители организаций банковских структур здесь, у вас, наверное, будут открывать счета. Здесь тоже, обращая ваше внимание, свои управленческие команды настроить, чтобы лишней бюрократии не было. В режиме онлайн счета открывались, чтобы, соответственно, и оказывали содействие. Подать заявление можно лично в отделении пенсионного фонда, либо через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Махтиар Велиев, Республика. Как реализуются национальные проекты в регионах? Сегодня Дмитрий Медведев провел заседание Президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. На повестке дня международная кооперация и экспорт, производительность труда и поддержка занятости. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Именно эти 13 проекта вызывают определенные опасения в реализации. Новые технологии в управлении регионами. Разговор шел в формате видеоконференции. На связи все субъекты страны. И сразу же серьезное предупреждение от премьер-министра. Обратите внимание тех, кто отвечает за национальные проекты. Очевидно, что это важнейшее направление деятельности нашей страны, нашей с вами работы. И нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия. А вплоть до уголовной ответственности. Есть риски недостижения показателей 2019 года по международной кооперации и экспорту. Причина на виду. Очевидно, что на работу в сфере международной кооперации и экспорта влияет и снижение цен на мировых рынках под основным экспортом, неэнергетическим товаром из России. На той позиции, которую мы, собственно, считаем ключевыми. Надо поддержать малый и средний бизнес, отметил Дмитрий Медведев. Сохраняя юридический статус предприятий этой категории на два года, нужно сохранить и меры поддержки. Так бизнес сможет увереннее чувствовать себя при условных переворотах и переходим в новую весовую категорию. К реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка его занятости» в этом году приступили больше регионов, чем планировалось. 36, вместо заявленных – 29. Чуваша с самого начала вошла в этот проект. Глава республики отметил, что повышение производительности труда является важнейшим условием прорывного экономического развития. Этот показатель напрямую влияет на рост конкурентоспособности предприятий, создание современных рабочих мест, а также позволит увеличить работникам зарплаты. На видеоконференции были обсуждены и другие вопросы, связанные с ключевыми векторами развития субъектов. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Снизить уровень бедности в Чувашии в два раза к 2024 году – такова задача индивидуальной программы развития нашего региона. Ее доработанный проект рассмотрели на совещании у министра промышленности и торговли страны Дениса Мантурова. Сегодня о деталях рассказал министр экономического развития республики Павел Иванов. Из основных пунктов программы – создание индустриальных и агропромышленных парков, поддержка приоритетных инвестиционных проектов, переселение граждан из аварийного жилья, строительство лечебного корпуса, республиканской клинической больницы и дороги в обход Ядрина. На это из федерального бюджета республика получит 10 миллиардов рублей. Ожидаемый в 2024 году эффект от реализации программы предусматривает создание до 15,5 тысяч рабочих мест, увеличение инвестиций в основной капитал на душу населения, повышение среднедушевых доходов населения и улучшение показателей уровня бедности и уровня безработицы. По согласованию проекта программы мы вышли на финишную прямую, подчеркнул глава Чувашии. Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета обсуждали сегодня в Чебоксарах. На всероссийский круглый стол собрались бухгалтеры и ревизоры более чем из 30 регионов страны. Чем совершеннее бухгалтерский учет в госучреждениях, тем эффективнее распределяются муниципальные бюджеты, идет управление имуществом и арендой, меняется международная практика, меняются стандарты. Всего до 2020 года Минфин России разработает и утвердит 29 новшеств, 5 уже прошли регистрацию. Одно из них касается предоставления бухгалтерской отчетности. Отчетность поднялась на 5 пунктов, уважаемые коллеги. То есть мы с достаточно большого количества, да, там такой средней практики поднялись на очень хорошую практику. Нет, совершенно, конечно, не передовую, но везде отлично. То есть не отлично с плюсом, да, там, но отлично. Почему? Потому что не все стандарты у нас внедрены, они вообще на самом деле были очень восхищены. Эксперты у нас были из Великобритании, нашим всем, значит, результатом. Но я считаю, что это, конечно, прежде всего наш с вами труд. Расширяется и сфера государственного финансового контроля. Этим летом были приняты комплексные поправки бюджетный кодекс. Сейчас идет подготовка нормативно-правовой базы. Базовые вещи у нас сейчас будут меняться в части единых подходов к контролю на всех уровнях бюджетной системы. Понятные прозрачные правила игры для объектов контроля, для субъектов контроля. Правильная квалификация нарушений. Чем более будет качественно реализовываться контроль, тем, в общем-то, лучше у нас будет с бюджетной дисциплиной. Бухгалтерам и ревизорам нужно учесть все тонкости перехода на новые стандарты. Стандарты сегодня, которые внедряются, как я уже говорила, с прошлого года, они существенно меняют весь принцип введения учета. И, соответственно, для того, чтобы было понятно всем, проводятся аналогичные совещания. И мы приглашаем сегодня здесь всех заинтересованных блокчеров, финансистов, для того, чтобы они уже конкретно от самих методистов услышали, какие изменения нас сегодня ждут. То, что уникальность, а важность этого мероприятия в том заключается, что здесь присутствует не только профессиональное бухгалтерское сообщество, но и представители контрольных органов. То есть одна из рабочих групп Минфина по разработке таких же аналогичных стандартов по государственному финансовому контролю также проходит здесь совместно. Но это очень важно. Обмен мнениями и знаниями – одна из главных целей форума. Он будет идти в течение трех дней. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. Комфортная среда проживания – самая обсуждаемая тема последних дней. Причем о нормальных условиях жизни мечтают как в городах, так и на селе. Наша творческая группа вышла на улицы столицы, чтобы узнать, довольны ли жители благоустройством и что они хотели бы изменить. В последнее время происходит положительная тенденция, но в целом могло быть лучше, если честно. Ну, потому что дороги никакие в дворах, абсолютно. И детские площадки в ущербном состоянии, абсолютно. Вот надо смотреть тоже. Не просто лишь бы заменили, а как это смотрится. То есть эстетическая сторона проделанной работы должна быть заметна. Асфальт ремонтировали недавно. Все хорошо. То есть подъезд хороший. Машины стоят, то есть они не мешают. Ну, место есть для всех. И для детей, и для машин, и для взрослых. Если, скажем так, дают материалы современные и все остальное, то это нормально. А если чисто косметически ремонтируют, то это похуже, конечно. Чего не хватает? Ну, мне в основном спортивных площадок под футбол вот только так. Если бы искусственное покрытие, вот это побольше было бы. С этим резиной, там вот это вот, это было бы здорово. Однозначного ответа нельзя, конечно, дать. Ну, достаточно, наверное, никогда не бывает. Ведь все определяется ресурсами. Наверное, будет больше ресурсов, будет делаться больше. Здоровые города России подведены итоги всероссийского конкурса Чебоксара и Новочебоксарск в числе победителей. Конкурс «Здоровые города России» проводился ассоциацией по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» и Министерством здравоохранения страны в рамках национального проекта «Демография». Его цель – поиск лучших практик в области здорового питания, борьбы с зависимостями, активного долголетия, укрепления здоровья. В Чувашии всем этим направлениям уделяется большое внимание. Результат, как говорится, налицо. Чебоксары вошли в число победителей в номинации «Лучший проект по здоровому питанию» с муниципальной программой «Здоровые дети, счастливые родители» и также первое место в номинации «Лучший проект по развитию физической активности среди населения» заняла еще одна столичная программа при общении различных слоев общества к регулярным занятиям физической культуры и спортом через Дни здоровья и спорта. А Новочебоксарску достоился второго места по здоровому питанию детей с программой «Правильно питайся, здоровье набирайся». К новостям культуры. В столице открылся Чебоксарский театральный форум. На базе театра юного зрителя каждый день идут разные спектакли. А в перерывах между ними творческие лаборатории и мастер-классы. О самом интересном в ближайшее время смотрите далее. «Халиф Алладин». Этим музыкальным спектаклем открылся Чебоксарский театральный фестиваль. Привезли его артисты тульского тюз. «Привезли три спектакля. Это две сказки «Халиф Алладин» и «Царевна Несмеяна». И достаточно оригинальный спектакль по произведению Ивана Сергеевича Туркенева «Бежий лук». Мы надеемся, что будет интересно. В столицу Чувашии приехали десять театров. За полторы недели зрители сумеют познакомиться с постановками казахского, башкирского, мордовского, московского, марийского и, конечно, нашего театров. Такой фестиваль проводят впервые. Цель и задача, знаете, конечно, очень интересна. Это, во-первых, админ опытом. Во-вторых, это привлечение молодежи в театральное искусство. Третье, это еще и мастер-классы. Важный фактор. Гости приехали, по сути, в новый театр. Мы все-таки воспитываем зрителей с детства. В этом году наш театр получил, один из первых получил федеральную поддержку в рамках национального проекта «Культура». И мне очень приятно, что сегодняшний форум открыт. Открытие сегодняшнего форума происходит в обновленном, современном театре. В программе форума не только спектакли, но и многочисленные мастер-классы. Что главное в театре? Какие он имеет формы? И как движется во времени? Об этом начинающим актерам рассказал заслуженный артист России Игорь Яцко. Я думаю, что юные театралы от неюнных не отличаются ничем. Все, что нужно взрослым артистам, опытным артистам, все это нужно юным театралам. Скорее, юные театралы имеют одно качество, которое актер должен сохранить себе на всю жизнь. Это сохранить себе ребенка. И все время заново открывать мир. Серию мастер-классов продолжат коллеги по театральному цеху. Иван Данечев расскажет, какую роль в спектакле играет свет. А Марина Перелешина поделится секретами сценической речи. В рамках форума работает лаборатория детской национальной драматургии. А это значит, что в скором времени обязательно появятся новые пьесы для детей. Экспериментальные по настроению и воплощению. И в продолжение темы. Завершился международный этнокультурный форум «Золотая колыбель», посвященный столетию образования Чуваши. Чуваши – один из 180 с лишним народов, проживающих на территории России. Причем только в нашей республике зарегистрированы представители более 120 национальностей. Развитие и сохранение этнического разнообразия и стало главной темой обсуждения. Этническая культура в современном мире, в 21 веке, претерпевает изменения, трансформацию. Она становится более музейной, музейным экспонатом. И вот для того, чтобы сохранить в имеющемся виде традиционную народную культуру, собираются ученые для того, чтобы обсудить те вопросы, которые помогли бы сохранить нашу традиционную многонациональную культуру Российской Федерации. В рамках форума состоялась научно-практическая конференция «Этническая культура в современном мире». Одна из научных секций конференции прошла в музее Чувашской вышивки. Чувашский национальный костюм – одно из самых ярких проявлений культуры. Он способен рассказать всему миру о вековых традициях, быте и истории народа. «Золотая колыбель» – важная международная площадка для культурного диалога, уверены участники и организаторы. География его обширна. Участниками стали жители 19 субъектов России, а также гости из дальнего и ближнего зарубежья – Белоруссии, Азербайджана, Палестины. Положительный опыт, полученный по итогам проведения форума, планируют использовать в дальнейшем при организации мероприятий такого уровня. Богдана Дойникова, Андрей Спиридонов, Игорь Зверев, Республика. Таким стал первый рабочий день недели. Впереди вас ждет блок полезной информации. Я с вами прощаюсь. До завтра. Чавыча, белорыбица, палтус, корюшка, зубатка, нерка, кижуч, кальмары, красная икра и другие морские деликатесы. В Чебоксарах открылась выставка-ярмарка рыбной продукции, привезенная прямо из Камчатки. Здесь представлено более 35 видов рыбы – горячего и холодного копчения. Хит-продаж – слабосоленая чавыча. По вкусу напоминает семгу, но при этом менее жирная и калорийная, с множеством элементов, полезных для сердца, сосудов, зрения, суставов и мышц. В Камчатке привезли вам чавыча, царицу лососевых, в народе называют ее. Ее мясо, смотрите, абсолютно жирное, нежное. Это омега-3, омега-6. Очень вкусная, нежная рыбка. Вот есть слабосоленая, есть копченая, есть горячего копчения чавыча. То есть у нас четыре вида чавыча. Также белорыбица, белое мясо абсолютно не содержит костей. Вкусняшка тоже. Камчатскую рыбу благородных пород и красную икру жители республики любят и с удовольствием покупают не первый год. Всегда вроде у них хороший товар, свежий. Всегда омега беру, когда приезжает. Белорыбицу люблю чавыча, но другие, если есть, икорочки маленькие взяться. Каждый раз покупаю. То пал, то сакупу. Белая, это как ее, белореченка, что ли, как она называет? Ну, мягкая такая, чавыча. Это я уже попробовала. А эти чабаксарцы 28 лет прожили на Камчатке. Толк в рыбе знают. Вся рыба хорошая, конечно, но чавыча – это самая такая королевская рыба. Дикий лосось выращен, она не выращена, она живет в дикой среде. И поэтому, соответственно, вкус совсем другой. Не как у семги, у форели, которые выращиваются. Рыбу натурального копчения, икру чавыча зернистую и другие морские деликатесы можно купить в МТВ-центре на пятом этаже. Выставка-ярмарка продлится до 13 ноября. Спасибо. Тебя видно.